Добрый день, уважаемые читатели сайта DCNT.ru. Сегодня мы присутствуем на CloudConf и нашли очень интересное решение, которое разработано именно для облаков. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Сергей Концарев, директор группы компании Yumi. Сергей, добрый день. Вот расскажите, почему вы вдруг от коробочных решений перешли в Cloud? Что вот вас подвинуло? Это что такое? Это просто такой вот маркетинговый ход? Или это все-таки уже сознательный ход компании? То есть вы нацелены на расширение бизнеса? Мы не перешли в Cloud, мы продолжаем заниматься коробочными продуктами, просто мы еще стали заниматься и облачными решениями. На самом деле, еще несколько лет назад пришло понимание того, что для мелкого бизнеса, для самых мелких клиентов, для так называемого длинного хвоста рынка, то есть компаний там в 5 человек или в 1 человека и так далее. То есть даже вот такой, если вот один человек открывает компанию? Да, есть такие компании, индивидуальные предприниматели. Для них сайт на коробочном решении слишком дорог. Поэтому они обращаются в студию, студии называют бюджеты, которые им не потянуть. Ну, как минимум 500 долларов будет, да, на студии? Как минимум 500 долларов, иногда 1000 долларов, в некоторых годах минимум 3000 долларов, чтобы кто-то прилично сделали. Ну, потому что им невыгодно, да? Студия не может, да, делать ниже какого-то минимального бюджета. Поэтому у любой студии 80% таких клиентов, они уходили именно из-за цены. А сайты этим клиентам все равно нужны. Понятно, что вручную им сайт изготовлять невозможно с такой низкой ценой. Значит, нужно было это автоматизировать. Соответственно, мы думали об автоматизации, а потом у нас стали появляться первые клиенты, которые хотели нам заказать сразу, например, 5000 сайтов. Например, Департамент образования и правительства Москвы для школы, детских садов с сайтом. И мы поняли, что, в общем-то, мы убьем нескольких зайцев, если создать платформу, которая позволяет создавать независимые друг от друга, управляемые сайты, но в облаке, разворачивающиеся в облаке, живущие в облаке. В этом случае достаточно одного админа, чтобы следить за сервисом в десятки тысяч сайтах. Если бестоимость каждого сайта будет равна, ну, если не нулю, то в несколько копеек. А вот индивидуальному предпринимателю, извините, индивидуальному предпринимателю нужен будет админ, чтобы развернуть? Нет. А что он тогда получит? То есть, вот, ну, условно... Сайт с рекламой, с продвижением, с почтой, с регистрацией домена. То есть, мы создали сейчас сервис Юмеру. Это сервис комплексный, комплексный интернет поддержки малого бизнеса. То есть, все, что нужно малому бизнесу от интернета, вообще все. И сайт, и реклама, и домен, и почта. Все в одном сервисе. А почту он получает со своим уникальным именем домена? Да, или он получает? Да, в своем домене. Почту мы делаем с помощью Яндекса API. Также с помощью Яндекса мы запускаем Google Директ. Причем у нас написано робот, который автоматически сканирует нас от сайта, сам определяет ключевые запросы, сам по ним считает стоимость рекламы и опровит этого у клиента. То есть, клиенту не нужно разбираться в контекстной рекламе, чтобы допустить рекламу, иначе больше человек. Ну, вот я сам, например, делаю контекстную рекламу, это достаточно сложно. То есть, если вот начинать оптимизировать, а тогда вот если мы контекстной рекламой Яндекс.Директ, да, коснемся, как это происходит? То есть, это какой-то индивидуальный предприниматель или там компания, она какой-то бюджет выставляет? И как происходит? То есть, кто-то ей советует? Как вот он определяет поисковые слова, то есть, ключевые слова? Наша задача была в том, чтобы все работало без людей, то есть, все работало полностью автоматизировано. А вообще это возможно? Это вот вы реально такую задачу решили? Вот реально мы эту задачу решили, по крайней мере, единственная часть, где это не решено, это поддержка клиента. То есть, клиенты все равно звонят и пишут, и просят инвестации, да, мы стараемся все автоматизировать. В частности, вот человек заполнил свой сайт, например, а не знаю, ремонт только в Барнауле. Ну, понятно, что у него там количество забросов будет таких в Яндексе, ну, там 100, 200, 300 в месяц, то есть, это очень маленький. Да, 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 то есть. Но он не может настроить контекстную рекламу, поэтому вот этих там пятерых, десятерых клиентов, которые он мог бы получить в интернете, он не получит. А ему бы этих клиентов хватило для счастья. Ну, да, что там? Вот, соответственно, он заполняет свой сайт про то, что он занимается ремонтом Opel и там, Volkswagen в Барнауле. Вот, система сканирует контентного сайта и предлагает ему ключевые слова, там, ремонт Opel в Барнауле, ремонт Volkswagen в Барнауле, ремонт Барнауле, там, ну, пока он подберется на семантическое ядро. Дальше клиент говорит вот эти слова, ставит галочки, которые ему нравятся, которые описывают его бизнес, и снимает галочки тем словам, которые хуже описывают его бизнес, может подкорректировать. Нажимает кнопку «Посчитать». Система сама обращается через API Яндекс.Директора. И считает и бюджет, и стоимость клика, и прогнозируемое число кликов, да, и охват, и... То есть, даже конверсию она учитывает? Ну, там же, да, API позволяет это делать. Соответственно, Юмиру говорит клиенту, вот смотри, вот ты можешь получить 150 посетителей, из них примерно 10 человек тебе их позвонят, стоимость всего этого части 100 долларов. Понятно, понятно. Согласен, не согласен? Согласен, значит, автоматически он убилит все эти деньги и запускается реклама. Не надо ни обращаться в агентство, ни самому ни в чем разбирать. Ну, звучит вообще-то как фантастика. То есть, это что, реально работает, это есть? Это реально работает, осталось только объяснить клиентам, чтобы они этим поняли, что этим можно пользоваться. Понятно. То есть, сейчас главная задача, это, собственно, его милизм. Понятно. А скажите, вот, ну, достаточно сложно же продвигать сайт, да? То есть, вот, Search Engine Optimization, это достаточно, ну, рутинная, достаточно сложная такая работа. Что здесь вы предлагаете? То есть, что автоматизируется? То есть, тем более, ее вообще-то сложно автоматизировать как таковую. Тут мы просто договариваемся с партнерами, есть сервисы типа руки, веб-эффектор, SEO-пульт и так далее, которые просто так же автоматизируют SEO, как автоматизируются и другими вещами интернет-маркетинга. Понятно, что это плохо работает на высокочастотных запросах на компьютер. Понятно. Ну, если мы говорим о сайте, посвященном ремонту опеля в Барнауле, в том же самом, то это низкочастотный запрос, который очень легко оптимизируется даже автоматизированными средствами. То есть, выйти в топ-10 по Барнаулу к такому запросу вполне можно. То есть, он, получается, ему не нужен даже... ...интеграция с этими сервисами. И, соответственно, по ему сайту будет еще и SEO-продвижение. А, кстати, вот веб-эффектор, он имеет уникальную... То есть, ну, вот руки там, это понятно, SEO-пульт, а веб-эффектор, он еще сам проставляет внутренние ссылки делать внутреннюю перелинковку. То есть, он действительно может, например, по вашему контенту сделать внутреннюю перелинковку вот внутри облака? Пока нет, но я думаю, со временем, может, мы это реализуем. А, то есть, будете еще договаривать? Это же рынок SEO, он динамичный, то есть, может быть, через какое-то время это перестанет работать. То есть, надо анализировать, стоит это делать или нет. Ну, в принципе, да, вышел новый алгоритм Пингвин у Гугла, очень известный. Яндекс тоже непонятно себя, так сказать, ведет, понятно. Но, тем не менее, по низкочастотным запросам, скажем, узкоспециализированным, можно без IT-специалиста, да, и без веб-мастера, так называемого, уже можно, соответственно, сделать. Абсолютно. Не будучи ни в чем специалистом, не тратя время на то, чтобы во всем разобраться, просто берешь и делаешь. Сколько вот такое получает в месяц, вот какие затраты получаются для индивидуального... У нас есть бесплатные тарифы. Да, ладно. Да, которые имеют ограниченное функциональное, для того, чтобы попробовать, вполне достаточно. Понятно. И есть платный тариф, они начинаются от 300 рублей в месяц. Вот 300 рублей, что вот он получил? Он может сделать сайт-визитку, которая будет у него в интернете, будет его корпоративная почта, и будет вот уже оптимизация. Да, свой домен может зарегистрировать. И, соответственно, Яндекс.Директ, да, будет? Да. Ну, за Яндекс.Директ он платит отдельно. А, чуть-чуть, дополнительный сервис. Это дополнительный сервис. Основной сервис, это за что платят? Это за сайт, это за данный сервис. Ну, мы еще знаем, что есть, соответственно, интернет-магазины, для них какие-то есть решения? То есть, ну... Да, самый большой, дорогой тариф у нас, собственно, тариф для интернет-магазинов. И надо сказать, что он даже немножко конкурирует с коробочными CMS, потому что он умеет делать все, что нужно небольшому и даже среднему интернет-магазину. То есть, включая интеграцию с 1С. Ну, это вообще шикарно просто. Включая интеграцию с Яндекс.Маркетом, включая интеграцию с платежными системами. То есть, не нужно даже покупать коробку, покупать свой сервер. И долго-долго все это настраивать. То есть, все уже работает. А вот, скажем, если небольшая там компания, 2-3 человека, то есть, они могут работать через один сайт, там выписывать чита, то есть, они сидят там в разных местах, там, допустим, да? Да. И это можно уже делать. И вот этот вот интернет-магазин, он сколько будет стоить вот в месяц? От 1000 рублей. От 1000 рублей. От 900 с чем-то, да. А максимальная какая есть у него? Или это от количества пользователей? Там, нет, там просто, чем больше вы период оплачиваете за раз, тем... А, скидка, то есть, вы еще получаете скидку. Да, скидка за 30%. А есть ли какие-то планы, то есть, вот вы, я слышал, съездили в Америку, то есть, наверняка, очень много чего посмотрели, что-то какие-то, вот, какие-то идеи, может, которыми вы можете... Я понимаю, есть идеи, которые вы не будете делиться, но вот что-то, так сказать, что вы точно будете, например, реализовывать и для себя решили, ну, что-то делать, так сказать. Такой немножко пиар, так сказать, вот, на будущее. А, значит, я изучал американских конкурентов-партнеров, учителей, наверное, потому что мы учимся все в американских сервисах. Вот, сначала удаленно, потом понял, что мне хочется с кем-то знакомиться лично, пообщаться, еще было интересно пообщаться с венчурными фондами, с инвесторами, еще мне было интересно там порасспрашивать про то, как ведется учет метрик различных показателей, кпи в таких компаниях SaaS. Только для нас это первый SaaS проект, а нам надо очень много всего учиться, и мы сейчас, собственно, я считаю, что мы сейчас на стадии именно учеников, а еще они мечтали. Ну, у вас неплохой проект, я знаю, сколько вот вы уже набрали пользователей, сколько... Сейчас почти 30 тысяч. 30 тысяч, это же... Ну, завтра будет уже 30 тысяч. Для России, я считаю, это вообще очень мощный показатель. Ну, надо понимать, что это 33 тысячи включает бесплатно, то есть, не все нам платят, и наша задача, естественно, чтобы платила больше. Вообще, по нашему плану, мы должны привлечь где-то миллион двести, миллион пятьсот клиентов. Ого. Вот, ну, мы считаем, что это вполне обоснованные планы, вот, потому что всего у нас там без сайтов сидит примерно около семи миллионов микроэнгитров. Ну, вот, например, вот, стратегически думаете о своей CRM-системе или интеграции с другой системой, потому что без этого тоже, в общем-то, определенного хорошего-то бизнеса не построишь, то есть... Ну, для комплексного сервиса, безусловно, CRM-систему нам хочется тоже строить. И понятно, что те CRM-системы, которые мы видим сейчас, они слишком тяжелые, слишком оперативные для нашего сегмента. Ну, вот один пять человек, да, то есть назовем, да? Да, 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 то есть, поэтому мы сейчас как раз активно ищем ту систему, которая могла бы, собственно, удовлетворить потребности, именно ни в чем не разбираясь. Да, да, да. И сразу же начать пользоваться. Пока не очень много таких систем. В принципе, если мы не найдем ничего подходящего, мы, конечно, скомпонуем идеи, которые есть в существующих системах, напишем сами. Но это будет просто дольше. Ну, а еще какие-нибудь идеи, так сказать, у вас что-то вдохновило, так сказать? В Америке, на месте? Да, да, да. Ну, может быть, и в России у вас как-то есть... Мне очень нравится, как работает наша партнерская программа White Label. То есть, мы сделали партнерку, которая позволяет продавать готовые сайты не от нашего имени, а от имени самого партнера. Ну, то есть, вы позволяете партнеру заработать? Партнеру продавать под своим брендом. Более того, по своим ценам. Понятно. Это очень, кстати, хорошая вещь, да? Соответственно, у нас есть партнеры, которые там делают цены в три раза выше, чем у нас. И смотряются продавать, потому что ходят просто по компаниям малого бизнеса. И предлагают. Примахерским, по там, субтитским и так далее. И там в день продают по несколько сайтов. И каждый сайт там продает там по 2-3 тысячи рублей в месяц. В итоге получается несколько продавцов, очень неплохой поток. Деньги. Но подождите, чтобы продавать, например, парикмахерскую, у вас должен быть тогда шаблон заточенный под парикмахерскую? Да, у нас сейчас 200 готовых шаблонов практически под все основные бизнесы, которые есть. Понятно. Но можно перечислить хотя бы чуть-чуть так вот? То есть, это полный спектр? Полный спектр. То есть, там, десяток решений по медицине, десяток решений по услугам для детей, для образовательных учреждений, автомобильная тематика, строительство, консалтинги, эриспруденция. Ну, все. Понятно. Просто себе статистику по отраслям и стали делать решения для каждой отрасли. Но гораздо в будущем, конечно, у нас будет не просто там сайт кафе, на сайт итальянского кафе, сайт пиццерии, сайт суши. А, вот так, да? Чтобы было все еще более подробно. Чтобы клиент точно знал, что он найдет наиболее подходящее решение. А вот еще последний вопрос. А все-таки, в чем тогда, почему он должен перейти, например, на коробочное решение? Или когда, где вот эта грань, когда надо использовать коробочное? Или все-таки вы будете вот клауд развивать? Коробочные решения всегда имеют большое преимущество перед клаудом в двух вещах. Во-первых, в гибкости, индивидуальности настроят. То есть, в клауде всегда типовые решения. А там код открыт? То есть, можно что-то про... Коробочное решение, конечно, открыть. А, понятно. И второе, это все-таки коробочное решение можно поставить на свой собственный сервер или даже на свой собственный кластер, и он будет выдерживать гораздо больше... Нагрузки, да? Нагрузки, да. Потому что в клауде все-таки мы заточены на том, чтобы недорого продавать стандартную услугу, нам невыгодно держать там дорогие тяжелые проекты. Понятно. Потому что они будут платить нам мало денег и забирать очень много ресурсов с сервера. Поэтому в тот момент, когда сервису становится тесно в клауде, он в один клик переезжает на коробку. Это то, чего нет у других соас-сервисов. Понятно. Это уникальное решение. Чтобы уйти с соаса, надо все сделать с нуля. Просто потерять все и сделать все с нуля. А, кстати, данное... Все запаковывается в один клик, распаковывается на коробке. Сайд даже не теряет своих позиций в поисковике. А, потому что с точки зрения поисковика, он как был на Ubi 7.1, так остается на Ubi 7.1. А имеется в виду, что и данные, да, фактически... И данные, история заказов, и статистика, и позиции в поиске. Все сохраняется в кремьере. Уникальное, да. Без клауда на коробке. В этом фирме. Понятно, понятно. Сергей, ну, мы желаем вашей компании развиваться и ждем ваших дальнейших успехов. Тем более приятно, что это российская компания. И я еще ссылочку тогда покажу. Вот ссылка... Где ссылка, я имею в виду. Спасибо, Сергей, и удачи вашей компании. Спасибо.